Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе и ее многочисленных стримах. Я, если честно, даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем с главного. Донья Кабе купила новый блокнотик. Блокнотик шикарный, качество отличное. Блокнотик цвета страсти, цвета женственности, цвета любви. А странички парное молоко. А странички цвета парного молока. Такие приятные на ощупь. В общем, девоченский-девоченский этот блокнотик. Донья будет записывать туда лекции и делать конспекты во время круиза. Да, Донья закачала учебники на компьютер, купила блокнотик, возьмет с собой ручку и будет учиться, нарядившись в новую пижамку под цвет блокнотику. Розовенькая пижамка, розовенький блокнотик, качество шикарное. Всего 8 долларов. 8 долларов, Донья говорит, тоже, конечно же, деньги. Но Донье хотелось чего-нибудь такого приятного на ощупь. И, естественно, имея в своем распоряжении такой вот приятный, красивый блокнотик, учиться будет тоже намного приятнее. Это вот то, что касается первой новости. Ну, а вообще, вчера Донья снова орала, снова кричала, снова ругалась, снова всех клеймила и поносила. Было две основные темы. Первая – это опровержение заявлений Марьям. И второе – это рассказ о том, как она, Донья, отбирала бизнес у своей подруги. Ну, давайте обо всем по порядку. Давайте начнем с претензий Доньи Кабе к Марьям. «Эти сволоченные и гнусные обзоры, – говорит Донья Кабе, – меня уже замучили. Я больше не могу молчать. Я сейчас буду разбирать каждый пункт по отдельности и уличать Марьям во лжи». Больше всего, конечно, Донью спровоцировало то, что мадам посмела намекнуть на то, что она, когда только начала встречаться с Вильямом, Донья имеется в виду, сразу же улеглась с ним в койку. Пришла на танцы, увидела там Вильяма, они там сплясали ламбаду или сальсу, или что они там плясали, мамбу, румбу, неважно. Главное, что Донья притащила Вильяма в этот же вечер к себе домой, и после страстной ночи любви Вильям так и остался жить у Доньи Кабе. «Ну, все было не так, — говорит Донья, — это ложь, это инсинуации, это наглый наговор. Все было совсем не так. Донья ведь не ищет легких путей». На самом деле она Вильяму не призналась изначально, что она успешная, состоятельная дама, проживающая в шикарной квартире в сердце Москвы. Она сказала Вильяму, что живет она с мамой и с тремя детьми в какой-то там хрущевке на Атшибе, и машины у нее нет. Поэтому в первое время они вообще встречались на территории Вильяма, и она ездила к нему на метро, и Вильям ждал ее у входа в метро. И одна из таких встреч особенно запала в душу Доньи Кабе. Одним дождливым днем она, как всегда, отправилась на свидание к Вильяму на метро, и это при учете, что у нее было две шикарные машины. Тем не менее, дабы показать Вильяму, что она простушка, что у нее ничего нет, и чтобы убедиться в том, что Вильям действительно хочет ее как женщину, а не как мешок с деньгами, Донья приехала на метро, вышла из метро, лил проливной дождь, но у входа в метро Вильям ждал Донью, держа в руках свой большой зонт. И как только молодые встретились глазами, Вильям подбежал к своей Кабе, раскрыл свой большой зонт, и вот таким образом, прижимаясь друг к другу, молодые под ручку поковыляли домой к Вильяму, а дома Вильям приготовил для своей Кабе настоящий романтик. Кто мог подумать, но Донья до сих пор не может забыть те бутерброды, те горячие бутерброды, которые Вильям приготовил в духовке. Запах разносился по всей квартире. И это было незабываемо, и Донья поняла, что Вильям заинтересован в ней как в человеке, раз он старается ее накормить, он старается ее встретить, он раскрывает во время дождя над головой ее большой зонт. И Донья почувствовала себя защищенной. И уже когда она убедилась в том, что он хочет ее как женщину, он заботится о ней, он готов ей помогать, она привела его в свою шикарную квартиру. И тут, конечно, Вилька обомлел, и тут он, конечно, уже остался, и больше уже его оттуда ничем нельзя было выкурить. И вы знаете, говорит Донья, я его не содержала. Вильям приходил домой и всю зарплату отдавал мне. Это уже спустя годы он стал там удерживать какую-то сумму. А изначально он все деньги отдавал Донье Кабе. То есть он жил у нее на полном пансионе, но зарплату ей отдавал. Вот так Донья построила Вильяма. И не надо опошлять эти отношения, говорить о том, что все там завязано на постели. Вовсе не так. Там были бутерброды, там был большой зонт. Да, там были многочисленные танцы, там были тусовки. Именно тогда Донья Кабе тусовалась с Клаудией и с ее мужем Юрием. То есть там все было, но это были не пошлые отношения. Это был настоящий брак. Вильям приносил зарплату в дом, отдавал ее Донье. Да, он зарабатывал копейки по сравнению с тем, что зарабатывала Донья. Но тем не менее на символическом уровне это тоже чего-то значит. Так что хватит врать. Марьям, как у тебя повернулся язык сказать, что если бы я, Донья, была на месте Вильяма, я бы не снимала квартиру, а устроилась бы где-нибудь приживалкой. Как тебе не стыдно? Он кубинец. Неужели ты не можешь понять? В отличие от нас, европейцев, эти кубинцы, да они живут по 10 человек в одной комнате, друг на друге спят. Они могут так устраиваться. Для меня это острый нож. Для меня это вот так вот. Вот так показывает Донья, схватив себя за горло. Я задыхаюсь. Мне не хватает кислорода, когда я у кого-то живу. Да, у меня была в жизни такая ситуация с Родней. Я была вынуждена жить в этом доме на болоте, но я там задыхалась. Это запах нафталина. Я бежала оттуда в первый раз. Напомню, что Донья к Родне возвращалась два раза. Я бежала первый раз оттуда, потому что, естественно, запах молодого тела Вильяма был мне ближе, чем этот нафталиновый Родни. Каждый раз, когда я продиралась в ванну через спальню Родни, а для того, чтобы попасть в ванную комнату, Донье приходилось идти через спальню Родни. На меня обрушивался этот запах нафталина, этот запах старости. И я оттуда первый раз бежала, роняя тапки. Меня даже Эдуард лучше понял, когда рассказывал в одном из своих художественных обзоров о том, как я скулила в этом доме на болоте и готова была отдать все, чтобы оттуда сбежать. И вот я оттуда бежала. Для меня это острый нож. Я не могу жить у посторонних людей. Мне нужна свобода. Мне нужно все время куда-то бежать. Я бы не смогла жить у посторонних людей. Я даже когда к Софие приезжаю, я сажусь на краешек дивана и боюсь шелохнуться. А когда мне нужно идти по своим делам в туалет, я об этом тоже объявляю. Я не могу себе позволить вот так вот просто встать с дивана и пойти, как ни в чем не бывало, в туалет. Мне нужно об этом сообщить, потому что я не чувствую себя дома. Я бы никогда не смогла жить у посторонних людей. Я бы чувствовала себя скованно. Да, я там жила у какой-то подруги до поры, до времени, до той поры, пока не нашла съемное жилье. Ну, просто в жизненной была такая ситуация. Сродни тоже была жизненная ситуация. Но я не могу просто так вот чувствовать себя, как дома у посторонних людей. Как тебе не стыдно, сука ты, Крашена, заявлять о том, что от меня все разбежались? Да мы с Софией любим друг друга. Мы как сестры. Мы каждый день общаемся. И она меня все время зовет в гости. Но я не могу. Это пять с половиной, шесть часов в одну сторону. Не наездишься. А что за грязные намеки на то, что между нами якобы произошла размолвка в связи с тем, что сын ее чинил мой мустанг. И че? И че? Да ничего, починил мустанг, я заплатила. Вот и все, че тебе еще надо? Че ты лезешь туда, куда тебе лезть не стоит? Ну, это, как говорится, ладно. Это мы проехали. Но когда эта Марьян посмела обвинить моего Селима в том, что у него во сне якобы был стояк, я аж перевернулась. Я не знала, как реагировать. Как такое вообще возможно? Что это за женщина? Какой стояк она там узрела с лупой у Селимона? Селимон спокойно, мирно спал. Никого не трогал. О каком стояке может идти речь? Что она там с лупой эти в складке у него на брюках, на спортивных штанах разглядывала? Он в трениках лежал, спал. Доня там стали писать. Да успокойтесь вы, Доня. Во-первых, это не позор. Это физиология. Бывает такое. Мало того, да, во сне у мужчин тоже иногда бывает вот такая вот реакция. Ну, в основном это для того, чтобы не описаться. Так вот организм устроен, когда вам во сне хочется писать. У вас что-то там напрягается. И Доня стала возмущаться. Не может быть такого. Селимончик пописал перед сном. Она это проконтролировала. Он уже спокойно спал. Никого не трогал. Эти развратные извращенные бабки с лупой в руках сидели там в складках у Селимона. Что-то разглядывали. Видимо, им самим уже давно такое не снилось. Вот они и, прильнув к экранам, рассматривают, что там было у Селимона. Да как вам не стыдно? Да, я люблю этого мужчину. Вы все переворачиваете. Вот, например, Селимон мне только что прислал сообщение, где он пишет, я хочу целовать тебя. С ног до пят каждую складку хочу целовать, лобызать. Но вот если я это скажу, все перевернут. Все опять опошлят. Или, например, вот я честно, открыто говорю. В Селимоне я обожаю губы его. У него губы в маму. Такие же вот бантиком. И у сестры у него такие же губы. Я эти губы обожаю. Я обожаю его глаза. И я обожаю его руки. Какие у него руки? Я вот просто представляю его руки. Меня трясет. Меня трясет в экстазе. Я не могу с собой собладать. И это чистые, серьезные отношения. Но похабные бабки все опошлят. Все перевернут. Там Донни стали писать. Да хватит уже. Хватит уже распространяться на эту тему. Давайте откройте видео. Фильм под названием «Мы». Мы там все рассмотрим. Все обсудим. Все подпишем. Сейчас, говорит Донни. Может быть мне еще трусы снять. Вам опу показать. А не пошли бы вы все отсюда. Надоело мне с вами херню месить. Какая разница, что там у него стоит, не стоит. Главное, у меня на него стоит. Это самое главное. И вообще, обязательно наступит тот день, говорит Донни, когда каждая мразь, которая нас с Селимоном сейчас критикует, должна будет выползти из своей норы и признаться в том, что она, эта мразь, дура. Первый раз это должно произойти, когда Селимон не уйдет от меня, получив грин-карту, потому что эти дурынды намекают на то, что Селимон сбежит от меня, как только получит грин-карту. А второй раз это произойдет, и они признаются в том, что они дурынды, когда Селимон не уйдет от меня, получив гражданство. Вот их будет колбасить, этих сумасшедших старух. Когда они, наконец, поймут, что наши отношения чистые и честные, и Селимон никуда не собирается от меня сбегать. Вот вы увидите, мы вам докажем. И вообще, говорит Донни, если Мила нам подарит особняк, мы обязательно в него с Селимоном переедем. Там в чате Донни стали писать, мол, когда вам Мила подарит особняк. Как только, так сразу, говорит Донни, надежда умирает последней. Это вот то, что касается дел любовных. Но в этом мире одной любовью и страстью сыт не будешь. Нужны еще и деньги. И вот на одном из своих очередных прямых эфиров Донья рассказала нам о том, как она вела бизнес в Москве. И как она впоследствии этот бизнес забрала себе. Прибрала бизнес к рукам, скажем так. Ну, давайте обо всем по порядку. Этот московский бизнес открывали две ее подруги. Одной уже нет в живых. Той самой, которая потом отписала квартиру якобы своему любимому человеку из Латинской Америки. И Донья этому способствовала, уговаривала ее уже на больничной койке, чтобы та отписала, все бумаги подписала. В общем, очень темная история, но речь сейчас не об этом. В общем, две подруги открыли бизнес, но никак не могли этот бизнес раскрутить. До появления Доньи бизнес этот чах. Потому что одна подруга, вот та, которой уже нет в живых, она была, конечно, очень талантливая, но она очень долго все обдумывала, все взвешивала. Ей нужно было все обмозговать, сто раз взвесить. А вторая подруга, Донья вообще не знает, что она там делала. От нее была польза, как от козла молока. Она ничего не умела. Просто сидела, ставила какие-то подписи и только появлялась, когда нужно было делить деньги. В общем, Донья по сей день даже не понимает, что эта подруга там делала. Ну и эти две подруги, в частности, вот та, которой уже нет в живых, решили позвать в бизнес Донью. Потому что уж кто-кто, а Донья знает, как быстро поставить бизнес на рельсы, как быстро набрать обороты в бизнесе. Донья пробивная. Донья в одно место без мыла залезет. Донья дожмет. Донья додавит. Не мытьем так катанем эти две клуши. До появления Доньи сидели там и никак не могли раскрутить этот бизнес. Но как только появилась Донья, она там носилась по Москве, она ездила в министерство и караулила под дверью министров, что ли. Ну каких-то экспертов, короче. Она караулила и потом хватала их, тащила в неизвестном направлении, заставляла подписывать бумаги. Не выпускала их из своих цепких лапок, пока бумаги не подписаны. А вы что думаете, это так просто? Ну схватить там первого попавшегося эксперта, это еще не решение проблемы, потому что вы должны разобраться в том, что это за эксперт. Вам же нужно, чтобы он сделал заключение. Вы должны найти такого эксперта, чье заключение вы можете предугадать и как-то на него повлиять. И у Доньи очень хорошо был отлажен механизм. Она умела договариваться как-то со всеми этими экспертами. И когда подруги не стало, она вдруг поняла, что та первая, которая всегда к Донье была неблагосклонна, не хотела, чтобы Донья была там, а Донья перетягивала на себя одеяло. В общем, суть в том, что когда подруги не стало, та первая коллега стала фыркать на Донью, высказывать свое недовольство. Донье стало неприятно работать вместе с нею, тем более, что та толком ничего не делала, просто сидела, ставила какие-то печати, что-то там подписывала и забирала часть денег. Донье это не понравилось. И она тогда подумала, ну ничего-ничего, я сейчас тебе устрою, я сейчас тебе покажу. И Донья пошла учиться на какие-то курсы. Ей нужно было срочно получить лицензию на свое имя. И как только эта лицензия была готова, Донья ушла из бизнеса, забрав с собою всех клиентов и всех экспертов. Вы бы видели недовольную морду той коллеги, говорит Донья, когда я ей объявила о том, что у меня теперь есть лицензия. И я сама теперь могу все подписывать, ставить печати. И вообще я забираю всех экспертов. И та коллега не ожидала, потому что она вообще не шарила ничего в том, как этих экспертов искать, как их выбирать, как с ними договариваться. И в общем, короче говоря, Донья утерла нос той коллеги, прибрав к рукам бизнес. Коллега пролетела с бизнесом, а Донья стала всем заведовать и зарабатывать деньги, забирать все деньги себе. Вот такие дела. Так что не связывайтесь с Доней. Она знает, как вести дела. Она знает, как вести бизнес. Но самое интересное в этой истории то, что та покойная подруга, приглашая Донью в бизнес, сказала ей, ты вот очень хорошо работаешь поначалу. Ты знаешь, как быстро сделать первый рывок в бизнесе, потому что ты долбишь, 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 и бизнес пошел вперед. Но надолго и тебя не хватает. Дальше ты теряешь интерес, и бизнес затухает. Дальше с тобой обязательно должен работать кто-то, кто бы мог все это тянуть. И как мы теперь понимаем, подруга это была, конечно же, права. Все, что начинает Донья КБ, любые проекты, будь то учеба или работа, Донья начинает это все очень бурно, очень много лишних телодвижений, Донья готовится, Донья переводит какие-то в очередной раз дипломы, куда-то бежит, сдает какие-то дополнительные экзамены, покупает толстые книги для подготовки, что-то записывает, готовится, сдает какие-то экзамены, и у нее все проходит. Но когда дело доходит, наконец-таки, до работы, Донья сдувается. Это мы видели и со школой, это мы видели и с медсестринским делом. В общем, результат всегда один и тот же. Всегда одна и та же картина. Сначала очень много активности, какое-то бурное начало проекта, а выхлопа, как всегда, ноль. Это вот то, что касается бизнеса и учебы. Теперь же давайте скажем несколько слов о предстоящем круизе. До круиза осталось всего несколько дней, всего считанные дни. Донья во всеоружии, Донья уже готова, прикупила пижамку розовенькую, и в этой пижамке мы будем лицезреть ее на балконе, купила блокнотик. Донья будет учиться, но самое главное, Донья уже нас предупредила, что она не намерена полнеть на круизе. Несмотря на то, что это замкнутное пространство, несмотря на то, что еды очень много, Донья уже все запланировала, Донья уже все рассчитала и подсчитала, и Донья заявила, что она не будет ходить на завтраки, она лучше будет спать до десяти, до одиннадцати. И второе, это, конечно же, Донья будет избегать буфеты. Донья не любит буфеты. Буфеты вообще это не ее благо. Есть рестораны а-ля карт, некоторые даже уже включены в стоимость ее билета, поэтому Донья знает, что несмотря на то, что а-ля карт эти тоже, знаете, там нет никакой диетической еды, там тоже все плавает в масле, в каком-то маргарине, ничего там такого диетического нет в этом а-ля карт, ну, по крайней мере, там хоть все порционно, а буфеты там ешь сколько хочешь. Донья не любит буфеты, вообще Донья не создана для буфетов, она вот предпочитает рестораны с белыми скатертями, а это значит, говорит Донья, что, скорее всего, она не поправится, и даже, может быть, сбросит полкило. Вот такие планы у Доньи Кабы, а вообще в круизе она себя не чувствует одинокой, она 24 часа на связи будет с Селимоном, у нее будет такое ощущение складываться, что она путешествует со своим мужем. Она хотела бы взять Селимона в круиз, но, к сожалению, нет шенгенской визы. В общем, Донья готова к труду и обороне, Донья с нетерпением ждет, когда окажется в круизе, то она нам говорила, что, если была бы возможность, она бы сдала билеты, а вчера вышла в эфир с блаженной улыбкой на устах и кричала, что она с нетерпением ждет, когда она снова увидит этот безграничный океан, эту могучую стихию. Ну, как говорится, у Донни всегда 7 пятниц на неделе. В принципе, у меня все. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Всем желаю хороших выходных. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.